В преддверии Дня Победы на востоке Москвы установят памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Извояние классическое. Военачальник на коне командует парадом 45-го года. Над скульптурой трудились полгода. Ее автор изучил сотни фотографий, архивные кадры и даже консультировался с потомками маршала. Матвей Шестаков увидел памятник один из первых. Он кажется вот-вот сорвется с места и ринится в бой на благородный матовый отлив, пока не намека. Памятник сияет, однако всего за одну ночь специальный химический состав сделает свое дело. Бронза потемнеет. Внутри скульптура пола, а не потому что материала пожалели. Просто так памятник легче собирать. Собирается из нескольких кусков. То есть это не цельная вещь. Тут есть сварочные швы, прочие дефекты, которые убираются и продается уже окончательная форма произведению. Скульптура получилась внушительных размеров. Автор старался соблюдать все пропорции, но и канонов никто не отменял. Пришлось, например, подкорректировать хвост лошади. Там какая-то длина вот такая вот. То есть вот это, то что он такой длинный, мне нужно было то, что я говорил по композиции, чтобы он замкнулся. Над памятником скульптор Александр Рукавишников работал полгода. Это фигура классическая. Маршал на коне командует парадом 1945 года. Сходство с памятником другому военному начальнику мастера не пугает. Жуков на Манежный и Рокоссовский на востоке Москвы будут совершенно разные. Всегда трудно найти какую-то особенность этого человека. Но мне показалось, что вот это вот его сдержанность и такое вот умение сидеть на лошади, отличающиеся от... это отличает его от рядом находящегося Жукова. Вот на этом надо было как-то сыграть. Ну и какая-то такая внутренняя позитивная, внутренняя улыбка какая-то у него. Все время вот он с молоду там есть у него. Чтобы ее передать, пришлось изучить сотни фотографий, архивные кадры и даже консультироваться с потомками полководца. Они несколько раз встречались со скульптором. Внук Рокоссовского привозил в мастерскую знаменитую саблю. Ее лепили с натуры. Мундир маршала усыпан орденами и медалями. Их скульптор воссоздавал по деталям. Важна была историческая достоверность. Вблизи можно рассмотреть каждый элемент. Высота скульптуры без постамента 4 метра 20 сантиметров. Чтобы дотянуться до самой высокой точки, мастерам приходится использовать вот такие леса. Гранитный постамент уже приготовили. Это будет первый памятник Константину Рокоссовскому в Москве. Странновато, что это так затянулось. И немножко мне кажется странно, что такое место нашли. Я думаю, что ему можно более достойное было место найти. Тут немножко далековато, по-моему, от центра. Впрочем, свое законное место памятник займет неспроста. Где же еще раз положиться Константину Константиновичу, как не на бульваре Рокоссовского. Установить монумент должны в конце месяца. Так что День Победы бронзовый маршал встретит на востоке столицы. Матвей Шостаков, Дина Самохина, Сергей Ким, ТВ-Центр.